Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Балак. Много-мнакайшей жизни, говорят мудрецы, происходит из прошлой жизни, когда тянутся какие-то вещи, которых мы не знаем. Приходим сюда, мы в мир с какой-то целью, мы не знаем. Например, Аризали в книге Шаар Гельбуллим своей пишет, что Белам это перевоплощение Лавана. Душа Лавана переселилась в тело Белама. Вообще, мы знаем почти все серьезные действующие персонажи Торы, мы знаем, кто кем был, кто кем рождался. Нам все это рассказывают, человеку, который хочет поинтересоваться, ему достаточно открыть книгу, видеть. Но люди мало интересуются. Может быть, потому, что главное, что пытаются мудрецы нам сказать, что духовное первичное. И, следовательно, тот, кто привел другого к греху, сделал худшее зло, чем тот, кто его убил. Это очень странно для нашего мира, а для духовного это факт. Таким образом, человек, который удостоился другому помочь заповедью, он сделал большее добро, чем тот, кто спас ему жизнь. Вот такая поразительная все это смотрится сверху. Вообще, казалось бы, что проще всего Богу наполнить весь мир своей великой силой, чтобы каждый с ней с этой энергией брал, что-то хочешь, там, каждый становился. Может быть, и так, но короткую историю расскажу. Про известного Рава, он пошел в синагогу, переживал, думал, что раньше люди так молились. И сейчас вдруг видит человек, не просто молится, а открыл арон-кодыш, голову вставил, рыдает и такое, разрывает сердце. Увидел его Рав, не поверил, и самый известный в городе вор, он повонил его рукой, подошел. Видит глаза красные, с ума такие попущенные голоса. Как дела? Он говорит, Рав, там, раскаялся, сделал шоу. Он говорит, мы уже говорили с Равом, да, работа есть работа, я вор. Он говорит, правильно, но ты так плачешь, такая мольба. Он говорит, я объясню Раву. Прежде дома были маленькие, комната и кухня. Заходишь и найти, кто спрятали хозяева, когда сломал замок, ничего, никакой проблемы. Но сейчас, говорит, по две, по три комнаты, заработок становится все тяжелее и тяжелее. Если бы Бог мне дал привидение такое, я бы сразу, чтобы я находил, я взберег время, сократил минуты страха. Может, и Рав помолится за меня, чтобы мои кражи проходили более успешно. Понимаете, поэтому Бог скрыл тот великий свет, который мог бы нам дать, потому что он знал, что злодеи все равно воспользуются им для разрушения. Мы портим мир. В мире вот эта энергия, она вся положительная. Мы создаем зло. Вообще, мы часто не видим парадокса. Быть религиозным означает проявлять благочестие, там, не только вот показное, там, какое-то. На какая-то должна быть порядочная жизнь, какие-то заповеди исполнять. Ворующий, верующий, вор – это бред, это изгиб разума, так не бывает. И вот это вот вещь, которую нам пытаются мудрецы вложить в голову. Поэтому спрашивают вопрос, слушайте, Бог великий такой, Бог такой милосердный, а зачем он создал рай, мне понятно, чтобы мне было хорошо. А ад зачем он создал? Написано именно поэтому. Потому что и существует, как бы, без гейнома, мир не был бы миром доброты. Разве может быть позволено кому-то, какому-нибудь там проклятому Гитлеру, убившему миллиону людей, проглотить яд с приятным запахом и на этом закончить свои расчеты с миром, уйти безнаказанным? Доброта по отношению к жертвам всегда требует, чтобы за кровь каждого из них убийца заплатил сполна. И таким образом гейном – это существенная часть мира доброты. Доброты. Вот это вот тоже понять. Поэтому мы обязательно увидим все это своими глазами. Увидим, как мертвые встанут из могилы. Кстати говоря, это тоже достаточно взглянуть. По учению, например, школы раба Исмаила, через применение приема от частного к общему, а возможности в отвесении, из чего делаются, из стеклянных сосудов. Если стеклянные сосуды с готовленным дыханием, вот так вот, простого смертного, когда они разбиты, могут быть исправлены простым смертным, то тем более сосуды, то есть тела людей, которые были образованы Духом Бога, им же могут быть легко остановлены. Мы просто ждем храма, чтобы, знаете, про храм тоже уже во все время говорят храм, ждем, просят храм. Неужели существует такая вот, если такая вещь была нужна, нам так сильно Бог бы нам его не дал. Написано, и беден он, и ждет душа его, и если его запит, так он и получит. Получается, что предметом первой необходимости является то, чего жаждет душа человека. То, о чем мы действительно просим небо. Если бы мы реально, люди, ну, посмотрим, что-то, неужели мы действительно оскорбим об этом храме. Это просто, люди говорят это, они вдумываются. Мудрецы сказали, насколько жаждет наша душа. Важность вещи определяется в нашем отношении к ним, нашими реальными действиями, связи с ее утратой. Говорят мудрецы, если бы Всевышний увидел, что мы по-настоящему, по-настоящему страдаем от отсутствия вот этого храма, он дал бы нам еще до захода солнца. То есть все в мире открытое, надо просто увидеть, услышать и понять. И главное, допустить это в голову. Брахавы от слаха.